Ставь лайк, жми на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео на канале. Здравствуйте, это «В курсе дела» и я, Маша Тихонова. Мы собрали в одном выпуске все самое актуальное и полезное на нашем канале, чтобы каждый из вас мог уверенно сказать «Я в курсе дела». Вот представьте, едете вы на рыбалку, и при этом у вас еще и душа поет. Что делать? Куда направить творческую энергию? Точнее, перенаправить. Как вернуться на грешную землю? За что хвататься? За удочку? За рыбу? За воду? Неважно. Главное – петь. Вдруг и вы сочините гимн рыбаков, как это сделал автор следующего видео. Демьян, смотрим и подпеваем! Погодка шепчет, минус десять за бортом Мы на рыбалочку намыли лискин дом Оделись потеплей, чтоб мороз не парил Пуховичок, двое штанов, носков три пары Экипировка снасты, шапка из бобра Мы в рыбной ловле, так сказать, профессора Знаем, где клевый клев, а где не клюет Рыбеха любит нас, а мы ее Тянем, подтянем, углов радует глаз Тянем, подтянем, на обед будет у нас Так, а дальше-то что? О чем рассказывать? Готовить это я с удовольствием, а вот рыбу ловить не пробовала Что там дальше-то по сценарию? А дальше, Маша, по сценарию ты возвращаешься в свою программу Мой загородный на телеканале Загородный С первого апреля! Огородное настроение не покинет больше вас А может быть рыболовное? На моем загородном все в курсе дела Курсируем! Форель в речке Речка неизвестно где Это вам не экскурсия Ротан клюет на палец Рыбацкий дискурс Вкусная манка для окуня Вот это ракурс Зачем на рыбалке бутылка? Курс, к счастью Меняли уклейку вы мне на линя Курс молодого рыболова На рыбалку с лопатой Рыболовные экзамены Они, знаете ли, разные Это как с билетами в институте Попробуй угадай, какой вопрос достанется Даже самым опытным рыбакам Иногда выпадают неожиданные испытания Авторы программы «Подводный мир» На телеканале «Рыболов» Например, однажды просто искали речку Долго искали Сразу скажу Ради населения этой самой речки Стоило постараться Смотрим Держим кулачки За рыбаков Сегодня мы отправляемся на поиск речки Что петляет по лесам и полям Мне не доводилось еще снимать охоту на рыбу Что водится в этой реке Павел давно не наведывался на эту речку Здесь все изменилось И мы ищем по карте русло реки Машина шла по полю Поели видимой дороги За лето трава поднялась И дорога, проложенная когда-то рыбаками, исчезла Но ничего Поищем недельку-другую дорогу И обязательно найдем Похоже, что в том лесочке и протекает нужная нам речка Если не сможем подъехать к этому лесу То пойдем пешком по полю Ну, в общем, такая ситуация Мы ищем речку Которая потерялась в полях В лесах И пытаемся ее найти Остановились на поле Нехоженная целина Нехоженная целина Дорога уходит куда-то непонятно дальше в поле Мы идем пешком Будем искать речку Чтобы потом уже переодеться И пойти под воду Посмотреть, что за рыба Живет в этой, в этой, в этой, в этой таежной Таежной, или, как бы сказать, да Неизведанной новой реке Ну что, Паш, дошли мы? Да, наконец-то Вот она речка, не прошло я полчаса Вот она идет в низине Тут еще на нее метров 20-30, наверное Вон там ее видно сквозь Да, вот такие они дорожные берега Ничего не удается Знаете, с первого раза эту речку Бывает, проходишься в идее Нет речки нигде Оделся и поехал домой обратно, да? Да, нам повезло, что мы вот нашли эту речку Мы сейчас вот Мы ее уже месяц ищем Вот, в конце концов, нашли, наконец-то Попробуем, да Нажите, говорит, поплавать Ну, такая ситуация Речку мы нашли Что хочется сказать подводным охотникам Там, где асфальт подходит к реке Там уже все поймали до вас Поэтому не ленитесь Ищите свои реки Ломитесь сквозь колючий шиповник Жгучую крапиву И вы найдете свой заветный трофей Вот она, эта рыбка Что живет в такой студенной воде Стоит на течении Прижавшись к камешку Ну вот, я вам не называл Какую мы рыбу будем искать Сейчас мы ее уже сняли Это форель Вот спросят у вас на экзамене На что ловят рыбу? Вы же с серьезным видом ответите На поплавок? На спиннинг? А экзаменатор такой? А на палец можно? Что скажете? Предупреждаю, не говорите нет Автор следующего видео, Сергей Сорокин Провел смелый эксперимент И получил забавный результат Мне уже самому интересно Давайте посмотрим И будем удивляться вместе Заброшенный деревенский пруд Кто скрывается под водой? Какие сюрпризы меня ожидают? Сегодня я постараюсь раскрыть все тайны И первым, что я увидел на дне Стало необычное растение В форме рога Потом нашел колесо от трактора Излюбленное место обитания ротана А вот и он сам Встретил меня неприветливо И прогонял подальше от своего жилища Поймать его руку не составило большого труда Продвигаюсь дальше по пруду Натыкаюсь на металлический стоп И снова ротан Это самец С ярко выраженной шишкой на голове Он прогоняет всех непрошенных гостей Даже несмотря на значительную разницу в размере Этот черный хищник ни капли меня не боится Внизу столба замечаю самку Который просто следит за всем происходящим Этого ротана также легко ловлю руками И полюбовавшись Немедленно отпускаю назад И тут мне в голову пришла интересная идея А что если попробовать покормить рыбу с рук Будет ли она есть или нет Вылез на берег Нашел червя И обратно в воду Под корягой снова прячется ротан Предлагаю ему аппетитное угощение Но рыба его не ест Первый блин комом Ничего страшного Попробую угостить червем в другом месте Может это ротан такой неголодный Заплываю с самый конец водоема Ни одной живой души Наверное ротан всех съел И вот передо мной старый пень Рядом с которым держится рыба Опускаю червя под воду И о чудо Ротан тут же схватил наживку прямо из рук Эксперимент удался Рыбу можно кормить даже своей родной стихией Дальше пытаюсь имитировать пальцем Игру силиконовой приманки Интересно увидеть реакцию рыбы на вибрации Схватит ли ротан палец или нет Ведь много поклевок к хищной рыбе Бывает когда он просто обгоняет гостей Со своей территории Да, и палец ротан тоже хватал Как мне кажется В этом случае он даже больше полагается на боковую линию Чем на зрение Ну хорошо А вдруг экзаменатор спросит вас Что же вы Только на палец ловить рыбу собираетесь А на манную кашу Не хотите? И тут вам главное Не растеряться Делаете важное лицо И говорите так Ну не совсем конечно на манную кашу Скорее это нечто вроде пудинга Правда-правда Авторы программы рыбалка Для начинающих на телеканале рыболов Приготовили для окуней Целых два блюда из манки И те поверьте оценили Смотрим Вспоминаем детский сад И манную кашу Дорогие друзья С чего же начинает рыбалка И как начинает готовиться к рыбалке Каждый уважающий себя рыболов Куда же без этого? Что это за рыбалка? Совершенно верно Что это за рыбалка без прикормки? На самом деле это простая вода И естественно простую воду В такой фляжке обычно не хранят Но эта вода нам с вами понадобится Для того, чтобы приготовить Определенную наживку И наживка эта называется манка Приступим Досыпаем сюда манку Досыпаем, насыпаем Вот у нас получается Такая вот замоченная, скажем так В воде манная крупа Ее начинаем потихонечку перемешивать Она все лучше и лучше растворяется И постепенно приобретает Такую кашеобразную консистенцию Наша задача сделать из нее Своего рода жвачку Чтобы она была достаточно такая Липкая Ее можно было легко насадить на крючок На самом деле Вот таким образом Приготовленную манку Можно использовать не только для ловли Плотвы Я не знаю, верховодки Но очень большой популярностью Такая наживка пользуется у красей Итак, давайте посмотрим Что у нас получилось в итоге В итоге у нас получается Вот такая вот Вот такая вот болтушка Так называемая Вот она Вот, смотри Теперь можно немножко руками довести ее Вот что у нас получилось Смотрите Вот такая вот манка Вкусная манка В чем преимущество манки Перед некоторыми другими видами наживки Штука заключается в том Что при попадании в воду Поскольку это, ну, естественно Все-таки пищевой продукт При попадании в воду Мелкие частицы вот этой вот Манной крупы Создают такое облако Белое взвеси вокруг крючка Что дополнительно привлекает рыбу Но мы с вами сегодня сделаем Чуть хитрее Мы с вами возьмем Оставим обыкновенный кусочек манки А во второй кусочек Добавим чуть-чуть вот этих вот Замечательных Лаврово-вишневых Ароматических капель И посмотрим, какой это Даст результат Смотрите, какая розовая Жидкость Явно там был Какой-то натуральный продукт Использован для приготовления Этих капель Я думаю, что вполне достаточно В общем, получилась такая Приятная на запах, по крайней мере Манка Вот С ароматизатором И простая Начнем с простой манки Ее, в отличие от червя Манку все-таки желательно Почаще проверять Если нет поклевок Потому как она в воде Имеет особенность Растворяться И с крючка спадать Заброс Теперь остается Надеяться, что Нас рыба все-таки Осчастливит поклевкой Мы с вами что-нибудь Допоймаем Ждем Терпение на рыбалке Это очень и очень важно Ну пока ждем поклевки Поклевки что-то нет Думаю, поменять манку простую На манку Манку с ароматизатором Может быть, это Даст какой-то более Ух ты Положительный Эффект Оп Охунь Друзья мои Вполне себе Приличный Подмосковный окунь А если вас На экзамене Спросят А слабо вам Рыбу поймать Без удочки И без вкусной манки Может у вас при себе Вообще ничего нет Кроме, например, Бутылки пластиковой И тут вам снова Главное Не растеряться Ловят рыбу Таким способом Ловят Действительно Экстремально, правда Но не умирать же С голода Если при себе Имеется такая полезная вещь Как Пластиковая тара Смотрим Запоминаем Так, для начала Нам нужно будет Отрезать с вами Вот эту часть С горловиной Заливной Поехали Вот эту часть Кстати Нам она не нужна Ее надо снять Отсюда Вот эту ручку Снимаем Теперь Ну, не важно Ровно, неровно У вас получилось Теперь Просто примеряем Ее сюда Вот так вот Чтобы у вас Получилась Вот такая вот Конструкция То есть Подразумевается Что рыба Попадает Вот в эту горловину А дальше Обратно Она уже Вылезти не может Так как Ей мешают Вот эти стенки Самой заливной горловины Проделываем Отверстие В донышке Да, я вот взял Она, кстати, такая Вот И продаются Как бы для воды И более Длинные Вот эти баклажки Но она у меня Такая коротенькая Но ничего страшного Нам для эксперимента Больше не нужно Проделываем Вот тут Такое отверстие В проделанное Отверстие Продеваем Вот этим Концом Веревку Внимаем И делаем Узелок Так Чтобы Наша с вами Вот эта вот Бутылка Никуда От нас Не уплыла Веревка Ее будет держать Следующим этапом Мы обратно Вставляем Вот эту горловину Но Перед тем Как ее вставить Лучше на дно Бутылки Положить Какой-нибудь Тяжелый предмет Камушек Кирпичик Кусочек Так Чтобы она у нас С вами Погрузилась На дно И никуда Там не гуляла Обратно Вставили горловину И проделываем И проделываем Насквозь Такие вот Отверстия Здесь Допустим Где-то Вот здесь Вот Теперь Вот я подготовил Такие Веревочки Маленькие Стяжечки Чтобы Вот как раз Стянуть По кругу Нашу с вами Горловину С самой Бутылкой Чтобы она Никуда у нас С вами Не ушла Теперь В проделанное Отверстие Мы эти веревочки С вами Просовываем Вот так И стягиваем Вот Что-то есть Есть Рыбешка Вот смотрите На дне У нас С вами Вот Видно Маленькая Видать Это Уклеечка Авторы Программы Подводный мир С Владимиром Соло По вам На телеканале Рывалоп Ловят Уклеек По-другому Долго Ищут Крыбеподход Выясняют Ее Уклеечные Предпочтения Такое Внимание Оказали Маленьким Рыбехам Что На угощение Приплыли Даже те Кого Не ждали А что Крупная Рыба Не лишняя На этом Празднике Жизни Смотрим Любуемся Ну что Ты где Хочешь Начинать Тут Ловить Или Посмотри Сколько Серег Ты посмотри Да И мы Кто больше Поймает Он Стоит На той Стороне В воде А я Стою С берега И мы Снимаем Поклевки Оп Каждые 2-3 минуты Подбрасываем Небольшой Комок Прикормки Целью Удержать Уклейку Между нами От Прикормки При ловле Уклейки Зависит Очень Многое Мы Заметили Следующее Во-первых Важен Цвет Вот Красные Таблетки Шипучей Прикормки Уклейку Абсолютно Не Привлекали То же самое Касается Прикормки Черного Цвета Падающий Сверх Для уклейки Идеальная Прикормка Светлых Тонов И Такой Консистенции После Которой Шар Попавший В воду Сразу Рассыпается И создает Облачко Мути Вот такая Смотрите Ванильная Прикормка Которая Создает Муть Таким образом Постоянно Подбрасывая Маленькие Легко Рассыпающиеся Комочки Прикормки Удавалось Надолго Задержать Стаю Вместе Ловли Одна Из камер Была Установлена Почти Под Самой Травой И По Прошествию Двух Часов На нее Вышел Линь Итак Руками Рыбу Поймаем Бутылкой Да собственно Говорят Тоже Манкой Да накормим А своими пальцами Ну нет уж И тут экзаменатор Такой снова А вот лопатой Лопатой Ловили ли вы рыбу И вы быстро И безнадежно Смекаете Ясно Вопрос На засыпку Ну какая лопата Хм Да обыкновенная К ней бы еще Сачок И тогда Вся рыба Точно Ваша Автор канала Колхоз Поместье Показал Как ловить рыбу На тягу Без удочки Ну если она есть Я думаю Что есть Сейчас будем греть Оператор будет Снимать Давай Так Снимай пока Встать надо Погоди И вот Из этой лунки Она выскакивает Ну если она там есть Обычно Ловят Это весной По весне Таким способом Ловят Вот Здесь мы Ловим Рядом Рядом с городом Ну что-то Вот Нет А вот Где в деревнях Вот у меня Знакомые Они там Очень много Ловят Таким методом Вот здесь Видите Да Лунка Круглая И он Ловит Как бы Накидкой Ну рыбка Мелкая такая Ну вот Зато свежая Самая Ну это Маленькая такая Не знаю Вида нет Вот Видите Плавает Карачики Вот в том году Тоже мы ездили Тут рыбаков Много было И рыбу Они ловили Конкретно Даже тут Не знаю Правда Неправда Лодочный мотор Вставили Ну чтобы лопатой Не грести Он воду Перекачивал И рыба Оттуда Выпрыгивала О Вон Лови 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 Погоди Там Видите Нет Вот она Я вижу Вон Вон Поймали Видите Маленького Какачика Ломали Не Не Себе Просто Давай Сними Ну давай Вон Видите Маленькая Обычно Большие Ловятся Это очень Маленькая Ну вот Вот таким Вот Макаром Ловятся Большие Ну а Сейчас Наша Традиционная Рубрика Хвастовство В которой Мы восхищаемся Уловом Наших Телезрителей И гордимся И хвастаемся Наша подписчица Наталья Петерс Вот Такой Улов Вышнем Волочке Денис Гавришов Доброго Времени Суток Я Ваш Телезритель Из Казахстана Города Ксайб Рыба Была поймана На реке Утьва На жерлице Наживка Карась Юрий Дубровец Ведущий программы Рыбалка В Пермском крае На нашем канале Пишет Друзья Привет А у меня Новый рекорд Зимний судак На 8 килограммов Река Кама Город Пермь Жаль Что не на камеру А теперь Внимание Всех Кто знает Толк в рыбалке Если вы блогер Хотите попасть На телеэкран Но не знаете Как это сделать Присылайте нам Ссылки На ваш канал Мы покажем Ваше видео И конечно Рыболовное Настроение Не покинет Больше Вас А у меня На этом все С вами был Денис Киряков Мы ждем Новых встреч На телеканале Рыболов Оставайтесь В курсе дела Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok